Дочь скончавшейся певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алданина впервые дала интервью после смерти матери. Через 40 дней после трагедии 12-летняя Вера Алданина вместе с дедушкой Виктором Началовым пришла в студию программы «Привет, Андрей!». Гости сразу обратили внимание на поразительное сходство Веры с отцом, девочка смутилась и сказала, что мамины черты в ее лице тоже есть. «Мне кажется, от мамы у меня глаза», — отметила Вера. Ее дедушка, композитор Виктор Началов, рассказал, что девочка уже почти оправилась от психологической травмы после потери матери. Сейчас Вера живет с ним, постоянно находясь на связи со своим отцом. По словам Началова, его внучке задают очень много уроков, что помогает отвлечься от ненужных мыслей. Конечно, она переживает, но держится. Школа ее сильно отвлекает. «Мы все стали родными людьми, она у нас молодец. Мы связываем с ней большие надежды», — сказал отец Началовой. Помимо учебы Вера занимается игрой на фортепиано, ради школьного концерта, в котором она участвовала, ее семья перенесла поминальную церемонию. В беседе с Малаховым Вера призналась, что получает большое удовольствие от любимого занятия. «Я была на конкурсе Чаковского, а сейчас в школе у нас будет День музыки. Игра на фортепиано очень дополняет меня. Это часть меня. Я как-то стою перед выступлением. У меня уже нет волнения», — поделилась она. По словам Виктора Началова, его внучка обладает большим количеством талантов, которые необходимо развивать. «Вера как-то очень аккуратно раскрывается. Вот Юля, она с таким удовольствием. Годиков с двух ей все было интересно и делала все, как надо. А с Верой мы не так часто занимаемся. Данные у Веры не хуже, чем у Юли, было бы желание. Бывало, я говорю, Верочка, давай заниматься. А она отвечала, давай сначала поиграем», — вспоминал композитор. Когда Веру спросили о будущей профессии, она сказала, что хочет пойти по стопам мамы. «Я не могу сказать, что точно не стану певицей. Я еще в детстве, лет в девяти говорила, что хочу стать мамой, но с уклоном на актрису. И сейчас думаю примерно так», — сказала девочка. Затем она села за фортепиано и сыграла лирическую композицию. В это время на большом экране отображалась трогательная фотография Веры с мамой. В заключении Малахов обратился к девочке с вдохновляющими словами о жизни и поздравил с Пасхой. «Знаешь, приближается праздник Пасхи, и мне кажется, этот праздник несет в себе глубокий смысл о том, что смерти не существует, всегда есть надежда на возрождение». «Возрождение в наших детях, песнях, клипах, передачах во всем, что остается после нас», — сказал ведущий. Ранее отец Началовой рассказал, что его внучка написала умершей матери письмо. По словам мужчины, 12-летняя Вера сильно переживает из-за случившегося, но не теряет голову от потрясения. Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала, рассказал Началов в одном из выпусков шоу «Привет, Андрей». Композитор добавил, что в письме внучке говорится о том, что она чувствует после потери самого близкого человека. Считать послание Веры публике Началов не стал, поскольку это очень личное. Напомним, певица Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни в результате заражения крови и сердечной недостаточности. Ее похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище. С исполнительницей попрощались ее коллеги Филипп Киркоров, Влад Топалов, Зара, Жаснин, Теона Дольникова, Денис Клявер, Сергей Крылов, Анастасия Стоцкая, Катя Лель, Надежда Ручка, Ксения Новикова и многие другие. Трагедия оказалась одной из самых обсуждаемых новостей в российском интернете. Не обошлось и без черного юмора. Публицист Александр Невзоров в эфире радио «Эхо Москвы» в шутку предложил положить певицу в мавзолей вместо Ленина. Также он отметил, что другие ушедшие в иной мир деятели культуры, политики и науки не были удостоены такого внимания. Московский гламур топит абсолютно все в своих глицериновых слезах. И на этой неделе или в этом месяце умирали нобелевские лауреаты, хирурги, большие политтехнологии, большие актеры. Вон Малошенко похоронили. И не было никакого гламурного резонанса, отметил Невзоров. В ходе беседы с ведущими публицист признался, что до трагедии не знал о существовании Началовой, но из-за ее смерти раздули абсолютно вселенское событие.